Окей, в этом видео поговорим про Redmi Note 11 Pro, наверное, самый главный смартфон во всей линейке Redmi Note 11 и у меня версия без 5G. Если кого-то интересует версия с 5G, то на нее оставляю ссылку в описании. В комплекте найдете USB кабель, адаптер питания на 67 Вт, защитная пленка, кстати, уже наклеена на смартфон, есть также силиконовый чехол, документы и скрепка для извлечения лотка SIM. Дизайн у смартфона с острыми углами немножко отличается от остальных смартфонов в линейке. Он такой наиболее рубленый, если так можно сказать. Мне этот дизайн больше всего нравится, потому что он выглядит свежо, он такой немножко а-ля iPhone, и в руке лежит телефон комфортно. Мне, например, ничего в руку не впивается, потому что грани сами по себе не острые. Если так присмотреться, то они так немножечко закруглены и за счет этого смартфон в руке лежит классно. Но есть момент, который очевиден, потому что камера выступает. Если вдруг вы любите пользоваться смартфоном без чехла, тогда вы столкнетесь вот с этой вот историей. Чтобы ее не было, нужен какой-то чехол, подойдет комплектный и тогда все будет нормально. Пробежимся по граням. Сверху миниджек для наушников проводных, один из динамиков, микрофон и инфокрасный порт для управления бытовой техникой, телевизором, кондиционером, каким-нибудь очистителем воздуха и чем угодно. В Xiaomi любят инфокрасные порты и добавляют их в свои смартфоны. Наверное, это в целом прикольно, если у вас какой-то умный дом или если вы потеряли пульта телевизора. Снизу слот для карты памяти и сим-карты. Он комбинированный. Выбираем либо две сим-карты, либо одна карта памяти и одна сим-карта. Порт USB-C для зарядки, второй дополнительный микрофон и второй динамик. Звук здесь стерео, динамика 2, один сверху, один снизу. Слева нет ничего. Справа сканер отпечатка пальца, он в кнопке питания и качелька громкости. Есть в этом смартфоне стандарт пылевлагозащиты. Это IP53. По факту смартфон под воду погружать нельзя. Можно с ним находиться под дождем где-то до 10 минут. Можно на него разлить какую-то водичку, ему ничего не будет. Но, повторюсь, погружать под воду его нельзя. Как я уже сказал, разблокировка через сканер отпечатка пальца, который в кнопке питания. По нему только хочу добавить, что можно настроить разблокировку как нажатием на него, так и просто касанием. Мне, например, удобнее всего касание. Спереди у нас защитное стекло Gorilla Glass 5-го поколения. Сзади закаленное стекло и оно такого матового покрытия на черном, кстати, цвете. Фактически он называется серый космос. Отпечатки не особенно собираются. Они есть, но не так смазываются и в целом ничего не видно. Если вы вдруг хотите пользоваться смартфоном без чехла, то можете не переживать по этому поводу, потому что отпечатки смартфон особо не собирает. Есть градиент, он такой бликующий, такое белое пятно бегает по задней панели. И это выглядит в целом прикольно, серьезно, в глаза не бросается, создает такую умеренно приятную картинку. Продается данная модель смартфона на сегодняшний день в двух расцветках. Это небесно-голубой и вот серый космос. От предыдущей модели смартфона, от Redmi Note 10 Pro, экран отличается ничем. Это такой же AMOLED дисплей, 6,67 дюйма. Частота обновления либо 60 Гц, либо 120 Гц. 120 неадаптивные, они работают везде, кроме тех моментов, где они в принципе не поддерживаются. Например, в некоторых видео. За счет того, что 120 Гц неадаптивные, будет большая нагрузка на аккумулятор. Пиковая яркость экрана достигает 1250 нит, а все полные характеристики дисплея сейчас на экране. Какие остальные модели линейки, работают на Redmi Note 11 Pro на 11 Android с версией MIUI 13. Процессор почему-то установили попроще по сравнению с предшественником. Сейчас здесь процессор MediaTek Helio G96. Раньше был Snapdragon 732G. В общем, такой вот даунгрейд смартфона и процессор теперь гораздо попроще. Именно версия без 5G на данный момент доступна только в одной модификации. Это 8-128 ГБ. Но, скорее всего, появится в будущем еще версия и на 6 ГБ оперативной памяти. NFC в этом смартфоне есть. И если у вас есть соответствующий программный продукт, который позволяет оплачивать покупки, какая-то платежная система, либо же приложение, то с помощью этого смартфона вы можете оплатить покупки там, где есть поддержка без контактной оплаты. По камерам здесь все абсолютно стандартно. 4 модуля. Основной, разумеется, на 108 Мп, как иначе. На самом деле эти 108 Мп доступны только в определенном режиме для фотографий с высоким разрешением. Соответствующий режим можно найти в настройках камеры. Так вот, основной модуль 108 Мп, ему помогает широкоугольный модуль на 8 и 2 вспомогательных датчика. Все абсолютно стандартно. Это макродатчик и датчик глубины, он же для боке, для портретов, для размытия фона на ваших фотографиях. В видео основная камера пишет только в 1080p и при 30 кадрах в секунду. Что для смартфона, который имеет приставку Pro, на мой взгляд, немного странно. Когда вы снимаете видео, переключаться с одного объектива на другой, с основного на ширик, к сожалению, нельзя. Нужно видео останавливать, переключать объектив и записывать его заново. Тоже достаточно странный момент, на мой вкус. Есть ночной режим, есть режим замедленного видео, таймлапс. И еще несколько менее популярных режимов работы камеры, которые сейчас можно увидеть на экране. Установлен здесь аккумулятор на 5000 мАч, что нам, в общем-то, ничего не говорит. А говорят цифры. 11 часов серфинга в интернете, либо же 14 часов просмотра видео. По факту это полтора или два дня работы смартфона от одного заряда, в зависимости от нагрузки. От комплектного адаптера питания, который найдете в этой коробке, напоминаю, 67 Вт у него мощность. Смартфон заряжается от 0 до 100% за 40 минут примерно. За 15 минут где-то на 40%. В Беларуси купить Redmi Note 11 Pro можно в интернет-магазине МТС. Ссылку на него оставляю в описании. Там есть и версия с 5G, версия без 5G. Я бы, например, брал бы себе сейчас версию без 5G. Потому что зачем мне 5G? Просто потому что сейчас у меня поддерживается эта сеть. И я не вижу перспектив, что в ближайшие годы она появится. Поэтому я бы присматривался к версии без 5G. Его полная стоимость 1079 белорусских рублей, либо же 107 рублей в месяц. Если покупать его в рассрочку, такая опция тоже доступна. Если видео понравилось, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я не прощаюсь. Совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...